Владимир Банчиков Виктор Иванович Лошаков Здравствуйте, Виктор Иванович Вот у нас тут На столе Наши телезрители, я думаю, увидят Ваши книги О чем они? Особенно вот это бросается сразу в глаза Мир глазами Индиго Индиго это кто? Я называю Дети Индиго, это дети будущего Это Посланцы Высших цивилизаций Наших старших братьев по разуму Почему? Потому что земля сейчас находится Я бы сказал в катастрофическом положении И Для того, чтобы исправить Чтобы спасти землю И людей от деградации И приходят такие дети Дети Индиго Дети, обладающие уникальными способностями Какими? Они видящие У них мозг работает У нас, допустим, превалирует какое-то одно полушарие Или правое, или левое Логическое Или интуитивное У них оба полушария работают одинаково Это мозг загружено 90% По мнению ученых Если наш мозг по максимуму загружено 15% Работает, да? Да, по максимуму Да В основном 10% А у них на 90% Это талантливые дети Это очень талантливые дети И они пришли переделать этот мир агрессии, страха На чем Собственная жизнь Управляется чем наш мир, да? Страхом А страх порождает агрессию Отсюда войны Отсюда расприя Отсюда вот это противостояние И это сейчас обострилось еще Тогда, когда к нам в Россию пришел капитализм А капитализм, он диктует У него такая парадигма Один против всех и все против одного Выживает сильнейший Выживает сильнейший, да То есть, если Ну не тот, кто умнее Или как? Вы знаете, вот сейчас, когда Сейчас как раз меняется ситуация Должен выжить тот, кто умнее Идет борьба не на уровне атомного какого-то оружия А борьба интеллектов Вот я говорю, что это звездный десант, да? Дети Индиго Вот они должны переделать этот мир страха, агрессии В мир добра, любви, справедливости, сострадания Вот такой и должен быть мир Вот И Их сейчас приходит все больше и больше и больше Но наше общество современно И в России, да? Официально таких детей нет Когда Когда у нашего патриарха Кирилла Христианску спросили Как вы относитесь с детям Индиго Он сказал, что это деструктивный сект Которая пришла разрушить христианство Вот такое мнение вот этих ребят, да? Вот в этой книге, как раз вот в этой книге Индиго Да, я и пишу о том, какие талантливые эти дети, да? Вот я показываю тут Вот их творчество, этих талантливых, да? Детей И рассказываю вот о судьбе некоторых из них На камеру, да О судьбе некоторых из них Это рисунки детей? Это рисунки вот уже состоявшегося художника, да? Вот, она выставилась в Болгарии Здесь ее не признают как художника А это творчество несет в себе философский смысл Вот Ведь художник, он не просто должен отражать мир, да? А он должен Смотреть вперед, нет? Нет Он должен в своих красках, через свои краски, через рисунок Привлечь внимание человека к философскому осмыслению того, что изображено Вот как вот здесь Вот Она погружает в другие миры, которые вокруг нас есть, да? И когда человек погружается, он начинает размышлять и сравнивать А в каком мире я живу? А что за миры? Мир не ограничится только узким вот этим осознанием вот этого мира, в котором мы живем Мир безграничен А мы или нас, наше образование, система воспитания, она загоняет человека в некие рамки понятийные, да? Мир вот такой И общество диктует восприятие этого мира именно таким А мир может быть другим Мир разнообразный Дмитрий Иванович, извините, перебил, перебью Вы вот для того, чтобы вот это все К осознанию вот того, о чем вы сейчас говорите Чтобы к осознанию этого прийти Вы 9 лет прожили отшельником в горах Восточных Саяна, я так понимаю Да, вчера в зимовье Вот, а потом, когда зимовье завалило, скала вот так вот стояла И рухнуло вот так, ну и зимовье, там перевалило пать Вот, и я перешел в палатку И остальные годы, лет 7 я прожил в палатке Круглый год В 40-градусный мороз Да В палатке Да Как? Вот в маньон сознание, которое вбили, да, еще с советских времен В эти границы, о которых мы с вами только что говорили И это не укладывается Вот это можно сравнить тогда, когда вот живешь в такой квартире, богоустроенном, где 25 градусов плюс, да? И когда в палатке, когда лежишь, у тебя ноги отмерзают Вот когда меня спрашивают, что самое трудное было Я говорю, самое трудное, это было вылезти из спального мешка Потому что в спальном мешке там тепло А когда вылазишь, тут уши заворачиваются, да, от мороза Кроме того, там же, некоторое время, допустим, через неделю начинает все тело чесаться То есть грязное тело, да, ты все равно движешься, потеешь там и так далее И хочется помыться И вот, а где мыться-то? В палатке нельзя мыться? Вот выходишь, греешь воду, там печечка такая у меня миниатюрная Греешь воду в этой печечке Ведро наливаешь, выходишь на улицу А там иногда пурга свистит И вот так вот облился и сразу коркой покрываясь льда Ради чего? Виктор Иванович, зачем вот это вот самоистязание? Вот это вот Ради того, чтобы понять, кто мы? Зачем? Кто я? Зачем я? И куда я должен идти? Поняли? Понял И? И? Ну вот я отвечу вам словами буддийского монаха Это один корреспондент, вот как бы довязался до него и говорит Ну, объясните мне, разъясните вашу философию буддийскую, ну, в нескольких фразах Он говорит, это можно, но ты не примешься Он говорит, да все равно И монах говорит, тебя реально не существует Всего одна фраза Но в этой фразе глубочайшая истина У вас реально не существует Есть такая сентенция восточная Я там, где меня нет, но меня нет и там, где я есть То есть меня вообще нету, где я и кто я, да? Вы можете это понять? Нет 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 Поэтому для того, чтобы вот это понять, да, осмыслить, что это такое, что за мир, и кто я такой, действительно, да? Надо было идти в город этой городской суеты, которая не позволяет тебе сосредоточиться, уйти вот в размышления над этими вопросами Потому что тебя постоянно здесь дергают, да? Ты всем нужен, там, семья, там, дети, родные, знакомые, там, работа туда-сюда, и все И ты сам себе не предложишь Тебя полускуткам И как бы человек не может собраться воедино и стать вот этим единым, чтобы выйти на осознание вот этих высоких истин А там тишина Там тишина, там бурондуки, там зверюшки бегают, да? Там вот бурондук там бегает, тут возле тебя, зверя твоих ног И просят поиграть Потому что ты вливаешься в эту систему природную, да? Они считают тебя своим Вот эти пищухи, да, вот эти горные Вот они вот такие примерно, да? Вот как, ну, раз в пять больше, чем мышь Очень осторожные зверьки Вот когда они едят, они вот так вот раз десять перевернутся Смотрят, как бы врага не пропустить Вот Так вот они лазят по коленам, вот залазят сюда и начинают щипать твои бороды Это доверие, да? Это доверие начинаешь ценить Начинаешь вот сливаться с этим, понимаешь Природа живет в гармонии Это человек разрушает эту гармонию своими действиями, мыслями, чувствами Вот поэтому мир наш, вот сейчас мир наполнен агрессией Агрессией, вот вы напомнили о трагедии в этой школе нашей, да? Вот я считаю, что вот эта агрессия, она может вылиться через руки и поступки психически неволновешенных людей Особенно детей, они очень сильно подвержены влиянию этому Эта агрессия реализуется, наша агрессия, которую мы проецируем в себя и, казалось бы, вот загоняем ее, да? Или вовне где-то, да? Она реализуется через них, вот таким образом Поэтому, это, ну, сейчас вот принимают какие миры там? Ну, гоняют там этих охранников Ну, то надо вся школа окружить там полками, дивизиями, установить минометы От кого мы защищаемся-то? И кого мы защищаем? От самих себя, ребята, ну, не спрячешься ты за этими стенами Ну, выйдешь за стенами Хорошо, что делать? Мы разрушили систему воспитания У нас нет системы воспитания Вот при советской власти, да? Октября-то пионеры, комсомольцы Абсолютно согласен Система Тимуровцы У нас системы этой нет А поскольку природа не терпит пустоты Это место занимает то? Криминал Вот вы посмотрите, в каждой школе практики есть смотрящие, так называемые Обдирают ребятишек, собирают на, как, на овщак Система криминальная работает с нашими детьми С нашими детьми работает интернет Вот эти все программы по самоубийству, да, вот Это же оттуда идет все А нам нечем противостоять Учителей сейчас низвели до такого уровня, что они, они совершенно бесправны Они не могут там за шкирку взять, этого там тряхануть Вот в Бурятии недавно случай был Парнишка там что-то разозрелся на тренера И начал там стучать по окнам Ну, разобьет окно Он уже живут, он тряханул На него подали в суд Присудили 15 тысяч рублей штраф за моральный ущерб Да И что? И вот в этой ситуации, какое будущее мы воспитываем? Какие наши дети могут быть вот в этой ситуации? Когда вот этого, вот, вот это полторы тысячи экземпляров Полторы 140 миллионов в России Почти миллион в Бурятии Не могут разойтись Вот этот товар не востребован Почему? А потому что государству совершенно не ведет политику по распространению Мы стали и самые читающие, самые жующие страны Везде кафе, там, пивнушки Вот я сдал в магазин, в книжный Через некоторое время звонят Приезжайте, забирайте ваши книги Я говорю, что такое? Ликвидируемся Я говорю, что на вашем месте? Пивнушка Я считаю, что таким образом реализуется программа Алина Далеса По Создатель ЦРУ Да, 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 это начальник ЦРУ бывший Вот у него такая была программа, да, по ликвидации России По подрыву ее изнутри По разложению ее изнутри Как Гитлер говорил Зачем этим русским образованием? Вот, научился расписываться Табак и алкоголь Все, сейчас табак и алкоголь Что государство в таком случае, на ваш взгляд, что государство наше, государство, я подчеркиваю, должно предпринимать для того, чтобы вот эту ситуацию переломить? Государство ничего не предпринимает Это понятно Пока мы Ведь народ-то молчит Народ молчит А ведь власть народа, ведь в Конституции так обозначена В Конституции, да А где она? Этот народ запихали в самый-в самый, да? В ниже плинтуса, да? И он молчит, потому что все органы, контролирующие, обеспечивающие нашу безопасность Они не контролируют, не обеспечивают Они используются для наживы, так скажем, да, как орудия для того, чтобы отдельные личности наживались Почему? Вот сейчас объясню Вот почему Путин не может изменить ситуацию внутри России? Вовне – да А внутри не может Потому что сложилась что-то воровская, ельцинская система Она до сих пор работает Система, все повязано Все органы связаны воедино, да? Всех можно купить Львово-чиновник, когда дал ему взял Да вот министр, да, этот, Силан Купили? То, не все, ну, так это Ну, да, ну, знаете Ну, да, все поняли, сидит же Да Улюкаев Улюкаев Ну А где гарантия, что и премьер-министр не пользуется этим вещами? Ведь он же не ответил на фильм, который Навальный-то сделал Ведь он ни слова не сказал, да? Не прокомментировал А вроде как... Не, он прокомментировал, что это ложь Вроде как-то... Это не... Виктор Иванович, все-таки, какой выход вы видите вот из этой ситуации? Надо бы... Вот на ваш взгляд, да, человека опытнейшего Вам вот 75 лет выглядите вы... Я уже говорил, как минимум на 15 лет моложе То есть у вас огромнейший жизненный опыт, да? Вы философ, у вас философский абсолютно склад ума Или у нас так и остается философом философское, а всем остальным другое? Нет, нет, нет Только через философию, все-таки философия, это слово мудрости, да? Только через философию можно прийти к осознанию вещей вот этих, о которых мы говорим, да? Пока народ эти вещи не осознает, пока его ведут Ведь у нас нет идеологии государственной? Нет Нету Тогда куда мы идем? Уже как 20 сколько? 6-7 лет? Что мы строим? Как Шекспир говорил? Сильную Россию Куда ведет нас рок событий? Куда ведут слепого ноги? Куда они его приведут? В никуда Отсюда и наркотики Отсюда и табак Отсюда и алкоголь То есть смысла цели жизненной нет Общей, нашей, да? Вот социальной, куда мы движемся Если раньше мы знали, что у нас поезд Остановка в коммунизме, да? У нас паровоз вперед слетит В коммуния остановка А здесь где остановка? И куда он летит? И летит он вообще Поэтому я думаю, что пока Не наш паровоз А нас посадили в некий паровоз И запустили его никуда Поэтому пока мы вот эти вещи Не осознаем Не осознаем И действительно не возьмем власть В свои руки, да? Народ Народ А это уже постепенно происходит Осознание вот этих вещей О которых мы говорим Уже происходит Вот уже Есть такая Тенденция в России Да Да Нас чем хуже, тем лучше Когда Какая-то беда Народ начинает объединяться Да Это всегда так было А всегда А когда все хорошо Начинаем решетки строить Да, потому что у нас есть Чего украсть Есть Чего грабить, чего украсть И начинает народ Отделяться друг от друга Поэтому Это время Придет Когда Действительно Придет общая беда И она не так далеко Я не могу этого сказать Но сроки небольшие Беда придет И мы вынуждены будем объединиться Вынуждены Для того, чтобы спасти Себя, своих детей И свою страну Иначе мы будем Чистить сортиры Виктор Иванович Давайте На какой-то Положительной ноте Закончим наш разговор Потому что Шоль Очень такая Серьезная ситуация Я предоставляю вам слово Обратиться к нашим телезрителям Своими словами Пожеланиями Вот, пожалуйста В эту камеру Ну, я хотел бы Обратиться К телезрителям Со словами Не будьте Вот этим планктоном Который Который пытается Из нас сделать Вот этими, знаете Пьющими и жующими Будьте сознательными Гражданами своей страны Другой родины Кроме той На которой вы живете Другой земли У вас нет И вы должны Эту землю защищать Защищать не только Где-то на кухне Да А вот Защищать Свои права Свои Проявлять Проявлять свои Проявлять свои Права Да И Исполнять свои обязанности От каждого из нас На своем месте Зависит Судьба России Судьба Наших детей Начинается Воспитание В семье А потом уже В детском саду И школе Так вот Вы должны Знать Что вот Если вы В семье Что-то заложили Это не значит Будет развиваться В школе И в детском садике Вы должны Быть заинтересованы И там была Гармоничная система Гармоничного развития Вашего ребенка Этой системы Пока нет И вы пока Молчите Молчите Потому что Учитель унижен Воспитатель унижен С этой зарплатой Которую они получают 10-15 тысяч рублей Что это для Учителя Для воспитателя На 2-3 ставки Когда Учитель Не может Индивидуально Заниматься с каждым Когда класс 40 человек Как можно Донести До каждого Вот этого Сорокового Да Вот эти знания Которые вы пытаетесь Ему донести Это бесполятно То есть Надо перестраивать систему А без нашего Участия Без нашего Требования Система Не перестроится Ей Вот это Системе Вот эта Система Выгодна Потому что Она ее кормит Потому что Они сидят У этого пирога И ежут его Так как им хочется А этот пирог Должны делить Вы Каждый из нас И знать Что деньги Которые идут На содержание Школ Детских садов Эти дети Выдваны для Ваших детей А не для Директора Не для кого-то Там Администрации Министерства Ведомства Их расплодилось Множество Да Это паразит Которые Вот паразитируют На нашем бюджете На наших денег Поэтому Не надо Содержать Надо Учить И воспитывать Наших детей Денег Достаточно Идут не туда Поэтому Вы должны Это контролировать Никто Кроме нас За наши Проблемы Не решит Американцы Могут Но мы будем Работать на них Поэтому Вот так Дорогие Товарищи Каждый На своем месте Должен По максимуму Решать Вот эти Глобальные Проблемы А не замыкаться Внутри Собственного Маленького Мерка Мне хорошо А все остальное Меня интересует Будет интересовать Будет тогда Когда уже Будет поздно Поэтому Будьте бдительны Как говорил Юрий Случев Да Спасибо большое Виктор Иванович Крайне содержательная Беседа Надеюсь Что перед вашим Ну или после Вашего 75-летнего Убилея Который будет 19 мая Мы с вами Обязательно Еще встретимся И еще раз Поговорим Не бою Может у людей Появятся вопросы Вы прекрасный Собеседник И просто с вами Разговаривать Одно удовольствие Спасибо вам большое Уважаемые телезрители Напомню Что гостем Программы Открытый эфир Был журналист Публицист Писатель Философ Виктор Иванович Лышаков Я Владимир Банчик Прощаюсь с вами Всего вам самого Доброго Увидимся